Старикоз можно встретить почти во всех частях земного шара. Они одинаково комфортно чувствуют себя и на берегу Альпийского озера, и в экваториальных болотах, и даже над городским водоемом. Да вы и сами, наверное, часто встречали их у себя в саду или у красивого прудика. Согласитесь, что ни одно насекомое не сравнится с ней, особенно с ее полетом. Это поистине удивительное создание. В настоящее время в отряд стрекозы ученые включают более шести с половиной тысяч видов. Они сгруппировали их в сорока семействах. Научное название отряда переводится как зубатые. Почему уже их так назвали? Дело в том, что крупные стрекозы могут убивать свою добычу прямо в полете. Они не просто гонятся за своей добычей, но набрасываются на нее в воздухе из засады. Интересно также то, что стрекозы могут судить о скорости и траектории полета добычи и изменить свой полет, чтобы перехватить ее. Ловкость их такова, что в девяносто пяти процентах охота заканчивается успешно. Кроме уникального полета у стрекоз есть и другие удивительные способности. Возьмем, например, их зрение. Два огромных сложных глаза занимает почти всю стрекозью голову. Каждый глаз состоит примерно из тридцати тысяч шестигранных ячеек. Каждая такая ячейка действует как маленький глазок. И каждый из них посылает мозгу отдельно зафиксированное изображение. Однако это вовсе не означает, что стрекоза видит одновременно несколько тысяч изображений. В отличие от людей, стрекоза фиксируют не целую картину, а движение, очертания, различные оттенки и форму предметов. Вся эта информация требует обработки, поэтому мозг стрекозы на 80% занят анализом изображений. Мало какой оптический прибор столь же чувствителен, как стрекозий глаз. Стрекоза может с 20 метров заметить комара. Даже в сумерки, когда человеческому глазу не хватает света, чтобы видеть летающих мушек, тропические стрекозы без труда их ловят. Чтобы так стремительно летать среди прибрежной растительности, стрекозе необходимо принимать сотни мгновенных решений. Справляться с этой труднейшей задачей ей помогает способность видеть около сотни изображений в секунду. Это в 5 раз больше, чем способен видеть человек. Поэтому фильм, проектируемый на экран со скоростью 24 кадра в секунду, показался бы стрекозе чередой замирающих на какое-то время снимков. По своему поведению во время охоты стрекоз можно поделить на две группы. Первая группа – это стрекозы-метальщицы. Они тихо сидят на своей веточке или тростиночке, а завидев добычу, срываются за ней с места. Другая же группа – это стрекозы-ястребки. Они летают над лужайкой или водоемом, на лету высматривая добычу. Надо отметить, что стрекозы не просто летают, как другие насекомые. В полете они ведут себя, как настоящие акробаты. Благодаря особому строению крыльев и силе мышц они могут неподвижно зависать над водой, взмывать вверх, кружиться, делать сальто и даже летать задом наперед. В некоторых случаях стрекозы развивают поразительную скорость – более 100 км в час, взмахивая при этом крыльями до 30 раз в секунду. Этим и объясняется их невероятная прожорливость, ведь работающие мышцы требуют много энергии, а значит и пищи. Взрослая стрекоза обычно живет около двух недель. Некоторые виды доживают до шести недель, но эти недели жизни – всего лишь малая часть их жизненного цикла. Давайте вместе рассмотрим рождение стрекозы. Это тоже удивительный процесс. При появлении на свет стрекоза совсем не похожа на красивую и сильную летунью, которой она станет позднее. Личинка стрекозы, вылупившись под водой из яйца, целыми днями сидит в водоеме, поджидая свою добычу. В течение нескольких месяцев, а у некоторых видов даже в течение нескольких лет, личинка многократно линяет, а потом выползает из воды на какой-нибудь стебелек. Именно здесь и начинают происходить удивительные превращения. Оболочка на спине лопается, и из нее выбирается готовая стрекоза. Только что появившейся стрекозе, как и бабочке, придется несколько часов ждать, пока не окрепнут крылья, а потом для стрекозы начнется совершенно новая жизнь. Благодаря своему инстинкту стрекоза всего лишь за несколько дней становится воздушным ацом и овладевает искусством охоты на насекомых. Многие ученые из числа сторонников эволюции считают стрекозу самым древним из летающих насекомых. Во Франции были найдены ископаемые остатки стрекозы, у которой размах крыльев достигал 75 сантиметров. Это самая крупная из известных нам насекомых. Более чем в три раза крупнее любой из существующих сейчас стрекоз. Подумайте, уже в древности стрекозы имели такое строение, и за тысячелетия ничуть не изменились. Мог ли сам по себе появиться на свет один из самых сложных летательных аппаратов на Земле? Да еще в таком совершенном виде. К тому же многие ученые признают, что ископаемых насекомых, представляющих промежуточное звено между бескрылыми и крылатыми видами, не обнаружено. Или возьмем для примера рождения стрекозы. Только подумайте, личинка стрекозы питается маленькими рыбками и головастиками, а рацион взрослой летающей стрекозы состоит уже из насекомых. Это подобно тому, как если бы человек первые 20 лет своей жизни провел в море, а оставшуюся жизнь пролетал как птица. Кроме всего прочего, у стрекоз есть еще много других невероятных способностей. Рассмотрим бескрылую личинку. Как же это малоподвижное создание охотиться под водой? Дело в том, что личинка стрекозы имеет особенное строение. Под подбородком у нее имеется особый орган – губа, которая называется маской. Она напоминает длинную руку захватом на конце. Когда личинка сидит спокойно, маска незаметна. Но когда поблизости появляется добыча, маска выстреливает в ее сторону, хватает и подтягивает добычу к мощным челюстям личинки. А благодаря тусклой коричневой окраске личинка очень хорошо маскируется. Среди песка или на дне водоема она практически незаметна. Нравятся ли вам стрекозы? Согласитесь, они достойны восхищения, ведь стрекозы и их личинки уничтожают огромную массу вредных насекомых – мух и комаров.